Итак, всем привет, с вами Яна, и как многие уже знают, я решила восстановить свой канал на ютюбе. И, собственно, моё вот это вот первое разговорное видео будет на тему вообще моей жизни, как я до такого доросла, скажем, как я такой стала, какой я была. Если вам интересно, то оставайтесь и смотрите. И а мы, пожалуй, начнём. Начнём, 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 начнём. В общем, я живу на этом свете уже 15 лет, и за 15 лет я уже успела кое-что осознать, кое-что понять, кое-что подчеркнуть для себя. И, собственно, именно этим я сейчас поделюсь. На самом деле, я не всегда была такой нестеснительной, раскрепощённой и вот так вот свободно говорила на камеру. Я, как и все люди, стесняюсь какой-то сцены, стесняюсь какой-то большой публики. И, собственно, я, как и все люди, стесняюсь первой знакомиться, первой писать кому-то и постоянно вдумывая в голове разные сценарии. И, собственно, вообще в шестом классе меня тупо все ненавидели, вот серьёзно. Меня жёстко гнобил мой класс. То есть я каждый день приходила, и меня гнобили. Там делали какие-то приколы, пранки, то есть они там прям вешали куда-то мою курточку, где я не могла достать. Со мной никто не общался, вот реально у меня тогда не было друзей. Я искала поддержку у родителей, и родители мне, кстати, очень помогали, поддерживали. Говорили, что, мол, это всё не важно, забей на них. И, в общем-то, они меня реально достаточно хорошо поддерживали. Я не буду рассказывать, почему это всё началось, потому что это будет очень длинное видео. Но, собственно, именно поэтому я чувствовала себя какой-то очень замкнутой, ни с кем не общалась особо. Я думала, что кроме моего класса у меня больше друзей-то и не будет. Потому что, ну, мой класс, это же всё, это же вау, капец, всё, конец. Но, собственно, так как со мной не общались даже там самые отбросы класса, скажем так, то я, ну, очень сильно комплексовала по этому поводу, потому что я думала, неужели я такая плохая, что со мной даже такие люди не общаются, которые даже мне неприятно, типа. Ну, не знаю, короче. В общем-то, со временем, после школы, летом, я, ну, понятно, каникулы. Я ушла на каникулы, и, собственно, начала общаться, познакомилась с девчонками, поехала в лагерь. И там я, ну, уже начала как-то более себя проявлять. После того, как я пришла в школу, всё вроде бы замялось. И, собственно, в этот год я поняла, что, как бы, кроме моего класса, есть ещё дофигища людей. Есть люди и в школе, есть люди и в других классах, и в других школах, и вообще в других районах, в других городах. Я поняла, что, собственно, на моём классе всё не заканчивается. И, то есть, можно знакомиться, общаться с другими людьми, которые есть и в школе, и в городе, и всё такое. Тогда я начала общаться с девочкой из класса меньше меня, её зовут Саша. И, собственно, именно ей я благодарна за то, что я, какой я есть сейчас, собственно. Потому что она, как бы, мне показала весь этот мир. То есть, она меня начала знакомить с разными людьми из школы. Я начала как-то больше узнавать школу, узнавать, какие там учатся люди. Я признакомилась с параллельными классами. У нас их на тот момент было ещё два, несмотря на наш. Я начала приходить с ней гулять. Она меня знакомила тоже с какими-то людьми. И с многими я общаюсь по сей день. И они очень хорошие, классные люди. Я рада, что я с ними познакомилась. И я благодарна Саше за то, что она меня с ними познакомила. И вот в этот год я примерно поняла, что реально есть куча людей. И они все добрые, хорошие. Они тебя не укусят и ничего тебе плохого не скажут. И в тот момент я уже начала как-то немножечко раскрепощаться и уходить из этой замкнутости. В общем-то, я общалась с этими людьми где-то год. Потом наша компания, к сожалению, распалась. И то место там, где мы тусили, уже мы там не тусим, понятное дело. Это было, ну, получается, сколько? Два года назад, да? Ну да, два года назад. И, собственно, после этого я, к сожалению, поссорилась с Сашей. Но сейчас мы нормально общаемся, и суть не в этом. Я с ней поссорилась, но с этими людьми я продолжала общаться, и я начала знакомиться с новыми, узнавать их получше, узнавать еще каких-то новых людей, от других людей узнавать других людей, через знакомых знакомиться. Ну, собственно, все как всегда, потому что у нас город достаточно большой, но при этом все друг друга знают. И все обычно этому удивляются, потому что как в Киеве, как в Харькове, как и во Львове, такого нету. Я пыталась узнать у своих знакомых из этих городов, такого реально нет нигде. У Днепра почему-то такое есть, и ты реально, если выйдешь на свой район или там в центр, то ты реально увидишь своего знакомого, тебя увидят, ты с ним поздоровишься, и, возможно, даже пойдешь куда-то с ним тусить. Ну, это уже другое дело. В общем-то, после этого я реально раскрепостил, но чуть-чуть стал не такой стеснительной. Я, конечно, продолжала стесняться людей, и что-то иногда не договаривала, молчала, но я до сих пор, до сих пор не знакомлюсь на улице ни с кем-то. То есть я со всеми начинаю общаться в интернете, либо же при каких-то обстоятельствах. Допустим, если мы там ходим на одни танцы, в один лагерь, если, допустим, поехали, если ходим там на одну фотосессию и так далее и тому подобное. То есть что-то такое, ну, то есть при обстоятельствах. Вот. А так вообще я не могу просто так подойти к человеку на улице и сказать, типа, привет, я явно даваю знакомиться, общаться, дружить и так далее. Это для меня просто вау. И, собственно, со всеми людьми, с которыми я общаюсь в интернете, мне так спокойнее, мне так легче. Конечно, в интернете все молодцы, все герои, ла-ла-ла. Но и для меня тоже это легче, и я так чувствую себя более уверенно. Поэтому я знакомлюсь со всеми в соцсетях в основном. Потом я уже как-то хожу с ними гулять, общаюсь, не общаюсь, ла-ла-ла. Но обычно у меня такая проблема, что я, типа, в соцсетях очень-очень-очень-очень разговорчивая. Я задаю какие-то вопросы и делаю какие-то наводки и так далее и тому подобное. А в жизни я просто реально молчу. Но это часто бывает. Я не могу ничего не рассказать, не показать, не могу рассказать какую-то историю жизни и так далее. То есть для меня это, ну, обычная ситуация. И часто из-за такого я теряла людей. И они считали, что я какая-то скучная, что я какая-то неинтересная. И из-за этого я реально теряла многих своих знакомых, друзей, которые были мне достаточно близки. То есть я не скажу, что мы реально хорошо общались, а потом перестали из-за того, что там в жизни, и всё, я ей надоела, и я ему надоела, и всё, я скучная. Но на данный этап жизни, собственно, когда я пришёл в новый класс, рассказываю, нас распределили. То есть это не по моей какому-то желанию, не по моему желанию, не по моему хотению. Просто так вышло, что наш класс распределили, и я до сих пор про это жалею. Но, в принципе, я довольна тем, что я сейчас имею. То есть нас распределили, и я думала, что вот новый класс, как нас там воспримут, как мы там будем, что вообще будет, как нам что скажут, будут ли нас обсирать, не будут нас обсирать. В общем, для меня это было очень тяжело, на самом деле, принять, но я всё-таки пошла в этот класс. И, собственно, я напрасно боялась, потому что нас реально все очень хорошо приняли, и меня до сих пор, ну, я с многими общаюсь из класса. То есть я не скажу, что со всеми прям, но с многими я реально общаюсь, и многие меня хорошо воспринимают. И я реально этому очень рада, потому что я думала, что нас будут чмурить, обсирать, ла-ла-ла и так далее и тому подобное. Но нет, всё реально обошлось. Правда, к нам начали хуже относиться учителя. Я не знаю, по какой причине, из-за того, что мы перешли в класс, но так вот вышло, и учителя к нам реально начали хуже относиться. Но в классе есть некоторые люди, которые тоже на меня повлияли. То есть, ну, я думаю, что класс в целом на меня повлиял, потому что я реально... То, которое я была год назад, и то, которое я есть сейчас, это два абсолютно разных человека, потому что сейчас я чувствую себя ещё более раскрепощённой, не так стесняясь, как было в прошлом году. И на это реально повлиял мой новый класс, потому что они меня, во-первых, как-то начали направлять, как-то начали со мной больше общаться и показывать мне каких-то таких правил, скажем, которых надо притяживаться. То есть, они говорят, мол, а тебе не всё равно на общепринятое мнение? То есть, ты должна выделяться как-то из серой массы, что-то вносить новое, своё. А тебе не всё равно, что о тебе подумают? А тебе не всё равно, как на тебя будут смотреть? И такими вопросами я реально задалась, подумала, и подумала, что мне реально всё равно. Ну, окей, на меня посмотрят где-нибудь в людном месте, там, как я делаю какую-то фотосессию. Мне будет всё равно, потому что потом, по итогу, у меня будут классные кадры, и всем это зайдёт. Поэтому мне всё равно. Мне всё равно, если я буду танцевать где-то на улице, на меня будет смотреть куча людей. Они будут этому радоваться, веселиться, и я буду приносить радость в их жизнь. И мне будет даже приятно. Собственно, все люди, с которыми я общалась, помимо школы, они как бы, ну, реально отошли на второй-третий план. Они на меня обижались, говорили, мол, Яна, не забывай нас. Но, к сожалению, и так часто случается, я всё-таки с ними очень мало общаюсь. И сейчас я с ними тоже почти не общаюсь, я там, раз в месяц, два раза в месяц, и типа всё. И да, я об этом жалею, но так вроде бы и должно быть, потому что ты растёшь, ты меняешься, твой круг общения меняется. И, в принципе, если ты учишься чему-то у своих друзей, они чему-то учатся у тебя, то значит, это хороший круг общения. Если ты растёшь, как-то развиваешься и так далее. Если же ты стоишь на месте или, наоборот, деградируешь, то это уже стоит подумать, нужны ли тебе такие друзья вообще. Собственно, к чему вообще всё это видео? Я хотела до вас донести, что надо меняться и не надо стесняться, как в песне Иван Адорн. Вот реально, просто не надо думать о том, что про вас подумают, не надо обдумывать действия, типа, блин, вот я сейчас к ней подойду, а что я ей скажу, привет, как дела, а потом что говорить. Не надо вот этого всего, просто будьте самим собой, вы подойдёте, скажете, привет, как дела, скажете, кто вы, где вы, откуда вы, и всё, разговор дальше сам пойдёт в нужное русло. То есть, да, если там будет какая-то минута молчания, уже стоит что-то думать вот тут вот, но пока вы ещё не подошли к человеку, не стоит об этом всём думать. Собственно, и не стоит вот заморачиваться по этому поводу, то есть просто будьте самим собой, идите налегке, несите себя на позитиве, чтобы и в остальном было приятно с вами общаться. Выбирайте себе нужный круг общения, потому что многие думают, что у них там куча друзей, они такие классные, на самом деле это куча друзей вам, ну, тупо не надо. Я вот сейчас каждый день общаюсь где-то с тремя людьми, и мне комфортно, и я об этом не жалею. Я чувствую себя просто прекрасно в своём русле, в своей компании, и с ними я могу и пошутить, и посмеяться, и как-то чувствовать себя нелепо, но при этом я буду знать, что они меня не осудят, и потом не пойдут обсуждать меня с кем-то ещё. То есть, ребята, не думайте о том, что подумают о вас, просто, опять же, будьте самим собой, и не бойтесь там знакомиться, узнавать кого-то нового, подойти на улицы. Да, это и моя проблема, но я вам не советую стесняться. Если вам понравилась девочка, подойдите и спросите, как её зовут, возьмите у неё номер телефона, возьмите у неё инстаграм, потому что, может быть, это ваша судьба, откуда вы знаете, может быть и нет. Но всё может быть, почему бы и нет. Как раз я сказала нет. В общем-то, вот так вот, если вам понравился формат такого видео, и если вы хотите поговорить ещё на какие-то темы, связанные с этой, может быть, связанные с другой темой, пишите мне в комментариях, или пишите мне в инстаграм, в директ, потому что я всё читаю, такой вот я человек, я никого не игнорю. Собственно, пишите мне в комментариях, или в директ, про что вы хотите видео, и нравится ли вам это видео, на какие темы стоит поговорить, обсудить, что может добавить, чего может отнять, вот. Собственно, если вам всё-таки понравилось, поставьте пальчик вверх, если не понравилось, поставьте пальчик вниз, не буду ничего скрывать, подписывайтесь, если хотите, подобного контента, и от меня, и, может быть, ещё от кого-то, я не знаю. Всё, на этом всё, я надеюсь, такой формат зашёл, и я надеюсь, хоть кто-то скучал по мне. Всё, всем пока!